К нашему эфиру присоединяется Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг». Сергей Борисович, приветствуем. Здравствуйте. Доброе утро, коллеги. Слава Украине. Героям слава. Сергей Борисович, еще одна ночь и очередной обстрел со стороны российских оккупантов по Одесской области. Как прошли последние несколько часов в Одессе и в Одесской области? Расскажите, пожалуйста, об этом. У нас сигнал воздушной тревоги звучал почти 4 часа, если быть точным, 3 часа 53 минуты. В это время Брак атаковал и в Одесской области, атаковал дронами камикадзе, типа шахет 136. И традиционно, уже говорю, конечно, с грустной иронией, традиционно атаковал наше украинское зерно, портовую инфраструктуру. К сожалению, есть попадание, несмотря на то, что силы противовоздушной обороны уничтожили 3 дрона камикадзе, 3 шахета. Попадание есть именно в зерно, именно в ангар, где хранился урожай, который мог бы накормить людей, которые могли бы пойти с пользой для рецептодела, но сегодня поражен. И также поражены некоторые локации на территории этой портовой инфраструктуры. Сегодня мы говорим о том, что, к сожалению, у нас предварительно четверо пострадавших. Они доставлены в местную больницу. Один из пострадавших находится в среднем состоянии тяжести. Эти врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, и еще три человека обратились за медицинской помощью. Она им оказана, чувствуют они себя, ну, насколько можно чувствовать себя человек при получении определенного ранения, пусть даже и небольшого. Вот такая у нас ночь. Почему шахеты? Потому что, скорее всего, враг за эти дни израсходовал определенный запас, я подчеркиваю, подготовленный к этому времени ракет разного типа. Вы знаете об этом, что как минимум пять типов ракет сегодня атакуют Одессину на протяжении прошедшей недели. Поэтому понимаем, что вероятность ракетных угроз, она остается очень высокой, и цель врага, а их как минимум две, на порядке, на повестке дня, это атака на инфраструктуру порта. Ну и самое главное, тоже немаловажный факт, что пытаются давить на одесситов психологически, чтобы вызвать страх, вызвать панические настроения, вызвать тревожное настроение. Но могу заверить, что паники нет. Сегодня одесситы будут продолжать наш большой городской субботник, будут разбирать те завалы, которые образовались после удара врага по историческому центру города. Сергей, давайте еще раз уточним. Есть информация о том, что разрушено 29 памятников архитектуры, включая Спаско-Преображенский собор. Уточните, пожалуйста, какое количество разрушено архитектурных памятников и, в принципе, жилых кварталов центра Одессы. Говорят, что даже и Екатерининская площадь пострадала. Расскажите, пожалуйста, протяженность вот этих вот разрушений. Ну, во-первых, все локации исторического центра города, и опять-таки это исторически сложилось, они связаны с Одесским кортом. Это понятно, что главная функция была той новой крепости, которая строилась на месте турецкой крепости Хаджиби. Поэтому действительно пострадала и школа Столярского, знаменитая музыкальная школа. Обломки попали, и есть разрушение определенное и на Екатерининской площади. Мы говорим о Доме ученых, это некогда особняк Толстых, который не пострадал даже во время Второй мировой войны. И, к сожалению, там был прилет в такое, знаете, теплое местечко одесское, такой дворик одесский, к сожалению, он разрушен полностью. То, что не разрушено было веками, расистам удалось разрушить за несколько минут ударом своей ракеты. Мы говорим о том, что всего у нас предварительно 44 здания. 44 здания нанесен ущерб, среди них живые, есть и многоэтажки. Вчера у двоих одесситов был просто второй день рождения, потому что из-под этих завалов частные дома, небольшие дома в центре Одессы, как ни странно, они еще сохранились. Было полностью разрушено все, людей вытащили из-под завала, поэтому я могу их только поздравить с тем, что они действительно родились в рубашке. Что касается памятников архитектуры, это те живые помещения, исторические помещения, которые, ну, наверное, уже больше даже связаны не с сегодняшней жизнью города, а вошли и в мифы нашего города, в легенды Одессы. Таких зданий 25. И там, что ни имя, это история, это славная история Одессы. Они тоже разрушены, есть довольно основательно. Я даже думаю, что некоторые из них придется разбирать полностью и уже на том месте что-то строить. Но это уже не будет тем, что это было до ракетного удара России. Поэтому ситуация такая, что касается Спаса Преображенского собора, разрушения довольно серьезные. Единственное, что уточнение, он не является памятником архитектуры, потому что был возведен усилиями всех одесситов, всей одесской громады, уже на месте старого Спаса Преображенского собора, который в 1936 году разрушили большевики. Тогда только фундамент остался. Вот видите, историческая память вернула нас к тому, что мы это должны были восстановить. Это было восстановлено. Но ситуация сегодня такая. Там прилетело и в алтарь, прилетело в сам храм, и разрушение довольно серьезное. Но, насколько мне известно, к вечеру вчерашнего дня там уже основной мусор вывезли. Мы приступим к оценке того, что произошло, и дальнейшие действия по реставрации этого здания. Сергей Борисович, эксперты говорят о том, что оккупанты очень часто используют ракеты с низкой точностью. Именно преследует цель террора, разрушение гражданской инфраструктуры, нанесение как можно большего ущерба. Расскажите, пожалуйста, подробнее относительно того, чем бьют оккупанты по югу Украины. Окупанты бьют крымским оружием. Я почему говорю крымским? Потому что из тех пяти типов ракет, которые летели по Одессе, три локации, откуда произошли запуски, это были крымские локации. Мы говорим о Севастополе. Мы говорим о других локациях, где размещены, например, зенитно-ракетный комплекс «Себастион». Это ракета «Оникс». Враг давно их не использовал, но это мощная ракета, которую очень сложно поймать силами противовоздушной обороны, поэтому враг ее использует. И в данном случае, к сожалению, именно эту ракету, эти ракеты не удалось уничтожить. Ваш вопрос заключается, и он намекает на главную ракету в этом списке, это так называемая Х-22, хотя наша разведка говорит, что после модернизации это уже Х-32, хотя официально об этом пока не заявлено с российской стороны. Так вот, эта ракета большой мощности, она очень неточная. Как показывает практика, ее ошибка в разлете, подлете может быть 500-600 метров. Был случай, я сейчас боюсь ошибиться с локацией, по-моему, это был север нашей страны, когда эта ракета ошиблась, в кавычке говорю, ошиблась на 2 километра. То есть мы прекрасно понимаем, что враг атакует портовую инфраструктуру и наносит в том числе, и не может этого не знать, они все прекрасно знают, и наносит при этом удары по центру города. Потому что, еще раз скажу, 500-600 метров для центра города Одесса, который находится, нависает буквально над Одесским портом, вы сами знаете эти локации, то понятно, что это несет разрушение. Ну и Искандеры, враг использовал Искандеры К и М, М это баллистика, тоже сложно поймать, баллистика прилетела, а Искандеры К, опять ракет летело, опять ракет было уничтожено. С калибрами тоже уже научились очень справляться хорошо наши силы обороны, тогда в эту ночь уничтожили все четыре калибра. Поэтому, да, враг использует мощные ракеты, которые являются неточными, враг знает о последствиях, которые могут привести эти бомбардировки. Ну, собственно, мы это знаем и по предыдущей ночи, когда разрушения были в детских садах, в школах, которые, понятное дело, находятся очень плотно в этой исторической части города. Да, исторической части города, которая находится под защитой ЮНЕСКО. Хочется уточнить еще этот момент, но ЮНЕСКО уже высказало свою обеспокоенность. Кстати, вот читал новость о том, что Италия, которая имеет большой опыт в восстановлении исторических объектов, в реконструкции уже заявила о том, что будет помогать восстанавливать исторические памятники архитектуры в Одессе. Так ли это? Да, итальянцы вчера уже были непосредственно на локации, они были в Спасо-Приображенском соборе, довольно внушительная делегация, и авторитетная, и пообещали свою помощь по восстановлению самого собора и некоторых других исторических памятников. Я думаю, что найдутся желающие и другие для того, чтобы помочь Атиситам возродить эти здания. Хотя, опять-таки, должен сказать, что есть здания, которые вряд ли уже будут подлежать восстановлению. Наверное, на том месте появится что-то новое. И, конечно же, это, к сожалению, изменит, хоть немножко, но изменит облик нашего города, который действительно находится под охраной ЮНЕСКО, жаль, что ЮНЕСКО не может обеспечивать Юг Украины новыми системами противовоздушной и противоракетной обороны. Это понятно, что у меня ирония, но тем не менее. Беспокоенность высказали, говорят, что направят в комиссию, посмотреть, что произошло. Но, собственно, пока на этом роль ЮНЕСКО и ограничивается. Да, это, конечно, наша всеукраинская, не только всеукраинская боль, разрушенный центр Одессы, постоянные ракетные атаки этого прекрасного солнечного города возле моря. Сергей, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.